Музыка Это было приятно или это была такая повинность и обязанность? Нет, мы занимаемся таким делом, которое требует какой-то отдачи Может быть раньше встать или поздно лечь, прийти с кем-то пообщаться, выступить на концерте И поэтому, наоборот, это в радость Это все в радость, потому что ты несешь людям какие-то приятные минуты И, естественно, ты в первую очередь несешь его себе Вы знаете, я думаю, что вам часто задавали этот вопрос, но не могу не задать А вот фамилия знаменитая Чехов Это всегда, это то же самое, когда говорят, когда ты приходишь в Киевскую студию Говорят, что вы успели посмотреть в этот приезд И обязательно спрашивают, тот ли Чехов Тот? Признаетесь? Да, тот А кто из Чеховых является вашим ближайшим родственником, скажем так? Папа с мамой является А если вы имеете в виду, наверное, Антон Павлович Чехов Да, 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 все знают, в принципе, в Киеве, вот в России, насколько я знаю Да, 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 почему-то очень странно, да, что только его знают Ну почему странно? Это здорово? Да, это дядя моего прадеда Михаила Чехова Я так понимаю, что вам передались таланты ваших предков? Ну, творческая семья Ну, наверное, что-то остается после каждого родственника Ну, когда там на детях природа отдыхает? Ну, это, наверное, придумали те, у которых И в ихнем роду, наверное, отдыхали Я поняла Вот, потому что, если человек к чему-то стремится Если ему интересно жить, и он получает от этого удовольствие Он самореализуется И неважно, кто у него родители, есть ли у него родители Есть ли за ним там спина, не спина Могут помочь или нет Он всегда пробьется Он всегда будет заниматься делом, которым он хочет и который он любит Вот вы с детства хотели стать, допустим, музыкантом или исполнителем То есть, или у вас были какие-то варианты, допустим, там Вы были медработником, а потом вдруг вот запели Ну, изначально я и сейчас занимаюсь не только там карьерой певца, исполнителя Я еще являюсь и дизайнером, архитектором Это мое первое образование Второе, первое у меня было искусствоведческое образование, видимо Это говорит о том, что у меня были такие родственники Вот Родители мои, в принципе, хотели, чтобы я был дипломатом Потому что я родился в Лондоне, в дипломатической семье Но это мне никогда не было интересно У меня всегда были проблемы с языками, я их не люблю учить Я их постоянно учу Ну, не знаю, у меня не складывается у меня такая Сидеть, что-то учить, потому что мне нужно запоминать А я вот не могу заучивать Мне это скучно, мне это неинтересно, наверное, поэтому пока я еще не снимаюсь Во время концертов слова забываете? Вы знаете, меня тут недавно на другом канале спросили А вот сейчас вы участвуете в Верновидении от Мальты Как называется ваша песня? Слушайте, а почему от Мальты? Вы знаете, я не помню Я помню, как это будет по-русски вариант, но не помню, как это будет по-английски Я даже когда к вам сегодня ехал, думаю, если вдруг зададут такой вопрос Я записал на бумажечке, чтобы запомнить Но, естественно, я забыл Ну, страшно, а почему от Мальты, кстати? Ну, потому что, честно, проще попасть Потому что наши славянские отборы, они очень коррупированные Я думала, жестче, может быть, конкуренция Они не жестче, они просто более коррупированные И столько денег, сколько надо поехать от России и Украины Столько просто невозможно добрать Участвовать в отборе от более мелких стран Там меньше участников И больше возможность показать себя как творческая личность А не больше как кошелек Ну, вы сами пишете песни? Нет, я сам не пишу Покупаете? Я пишу прозу, я не пишу стихи Здорово То есть сейчас я пишу книгу, которая уже куплена изданием Но деньги... Как называться будет, помните? Ну, там есть рабочее название Она называется... Ну, это аномал? Чеховские рассказы, это детектив Потому что, да, у нас уже купили эту книгу Но, к сожалению, времени на это мало, чтобы ее писать Есть только первая глава, а весь гонорар предоплаты уже потрачен Да, это тоже хорошо А их надо отрабатывать Вы знаете, прочитала интересную вещь Вот в интернете, насколько это правда не знаю Что вот непредвиденные концерты, да, к которым вы особо не готовитесь Они получаются самые яркие, самые запоминающиеся Потому что не готовишься Ну да, так спонтанно Потому что позвонили и сказали А вот сейчас надо куда-то приехать, да, и выступить То есть вам нравится такое, в драйв такой, да? Да, да, я вообще люблю, когда что-то необычное Спонтанно, да Да, когда к чему-то не готовишься специально Долго об этом не думаешь Это получается более интересно Единственное, что когда ты приезжаешь на концерт, спрашиваешь Там, если это свадьба Я очень люблю именно корпоративы Или вот что-то вот такое Когда вот более незадуманное, да Не надо что-то изображать Или когда тебе приходишь на какой-то праздничный концерт Тебе говорят Вот это надо сказать Это не надо говорить Вот это надо петь А вот это не надо петь Да ради бога Мы это и с боем, и сделаем как надо А если ты приходишь на какое-то такое мероприятие более частное Когда, понимаете, вот, например, у людей Вот недавно, например, меня пригласили У человека золотая свадьба Да Представляете, вот у них такое торжество Они будут вспоминать Что вот был у них этот певец, которого они хотели пригласить Да Тем более у меня сейчас вышла на всех радиостанциях свадебная песня Которая везде звучит Я думаю, что в машине вы тоже, если едете Вы, может быть, ее уже слышали С удовольствием послушаю Вот И вот эта непринужденная обстановка Когда ты можешь поздравить людей Которых ты видишь, что они прожили жизнь Да Вот Они вместе шли У них были взгоды, невзгоды Потому что я об этом почему-то всегда думаю Потому что я вижу людей И мне очень важно видеть человека, с которым ты общаешься Вот сейчас я вас вижу Вот с вами мне просто приятно Находиться даже вот в этой студии Потому что вот эти глаза Вот это лицо, которое фонтанирует вот этой радостью Вот в это раннее время суток И можно общаться с человеком, которому тебе приятно И которому просто надо для того, чтобы для себя это Я вас поняла С одной стороны, с вами согласна С другой стороны, вы поете от души Вы выкладываетесь Вы хотите подарить свои эмоции и счастья Не всегда А люди сидят и говыряют вилками Стучат ножами Так наоборот, я лучше Вот я, например, когда Вас не смущает это? Нет, когда я принимаю там свой ужин или обед Я это делаю перед телевизором Да, или это музыкальный канал Или это информационный Потому что я очень социальный человек Я очень политичный человек И я должен знать, что происходит Или это рядом со мной интернет Или это телевидение И я лучше воспринимаю это, когда ем И когда человек принимает пищу, например, вот На этом мероприятии Меня это не смущает Потому что ему это еще приносит тоже радость Он не встал и ушел куда-то курить в этот момент Вы знаете, я уверена, что очень многие наши зрители Обожают театральное искусство И я думаю, что вы тоже можете себя Причислить наверняка к этой компании Я обожаю театр Я очень часто его посещаю Я угадала И тому я пропоную разом с нашим гостом Подивитесь театральную афишу А потом мы повернемся до нашей розмовы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому